Хорошо, еще такой вопрос касательно мембраны. Ее хватит настолько, чтобы сколько будет эксплуатироваться полигон твердых годовых расходов, если вы знаете, что не все их случаются гораздо больше. Мембраны выполняются на основе бетонита угли. Вообще-то существующий серийный выпусковый материал, бензомат, для цели решения наших задач, здесь лучше все подходит, бензомат АС-50. Значит, если другие климатические условия, виничные фильтраты, там может быть какой-то другой будет, но в каждом отдельном случае смотреть. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, хорошо. Сергей Павлович, такой вопрос. Ну, хорошо, новые полигоны, понятно, строим по новой технологии. А что еще? Сейчас не строим. Будем строим. А, не строим. Вот это был второй вопрос. Где реализован ваш проект? Я так же сказал, что частично реализован в Суппуте. Значит, запретим на несколько полигонов в Пермской области, но причины не реализуются. А есть ли какие-то проектные решения по внедрению ваших технологий в уже действующих полигонах или закрытых? Нет. То есть, я еще поясню, что, на мой взгляд, с учетом сегодняшнего состояния дела, с учетом того, что, я не буду говорить на Украину, с учетом того, что в России государственной болезни в этом отношении практически не существует, думаю, что у нас ближайшие два-три, может быть, даже пять лет практически эти разработки не будут реализовывать. Боюсь, что вообще сейчас, в связи с кризисом, в ближайшие два-три года эта тема вообще не будет никак решаться. И тем не менее, считая, что нам необходимо этим заниматься, заниматься дальше. Потому что, когда настанут условия, чтобы были уже какие-то наркотики, чтобы было на что отбереться, чтобы тогда было эффективно это все двигалось. Можно еще вопрос? Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, Вы анализировали содержание тяжелых металлов в фильтрате и диоксины, но... Ну, диоксиды для полигонов, если они не горят, тем не актуальны. Мы проектируем все-таки так, чтобы красить еще не горел. Что касается содержания тяжелых металлов, мы опирались, в частности, на работы кафедры лихимической антимологии МГУ. У них достаточно обширный, маленький данных был. Плюс к тому, специальный исследователь состав фильтрата, допустим, тоже в саморуде, существующей слов. Содержание тяжелых металлов очень разных, и в разных странах, и в разных полигонах. Это зависит от того, по близости, какое находится предприятие. Если бы я чисто бы дал, как бы. В принципе, данные содержания не высок. Кроме того, вот та схема предочистки накопителей с фильтрующим экраном, когда верхний полуфорензайдинской экран представлен материалом основных глин, бентонировых глин, он обладает высокой санкционной способностью. И, в принципе, тяжелый металл, в той части, которая еще не выведена из сектрата, при анаэродном разгружении, а анаэродное разгружение выводит большую часть тяжелого металла. Она застревает, условно говоря, вот на этой металле. И поэтому на выходе фильтра мы ожидаем, что концентрация тяжелых металлов будет незначительной. Конечно, еще надо проверить. Еще одна. Скажите, пожалуйста. Вы предлагаете спор метана, вкладка перфорированного газа по рабочему полюфону, это зеленый кран, положена перфорированная труба, и рядом прокладывается труба, где закладывается под перфорированную трубу спором метана. Скажите, пожалуйста, на площади, допустим, 1 гектара или 2 гектара полюфона, существующий проект, хорошо с хорошей изоляцией, мы можем трубы. Укладка происходит или же в рикетах, ну обычно это дорогой дорог, но может тоже стоять пресс для того, чтобы пакетировать так называемые хвосты, и сразу же дорогу. Обычно он просто вывозится и укладняется с помощью тяжелой техники. Как в таком случае укладчику поступать в данном уровне? Именно в этом случае. Я понял вопрос. Спасибо. Да, мы имеем в виду, что если начинать сразу с суббата первого расстоя применять дежёвые угодители, 30-50 тонн, то трубу можно подавить. Поэтому наше правильное решение всегда, как обязательное требование, закладывается рекомендация первой двухметровой скорой отходов применять с уплотнением трубогульдоза. То есть практически без уплотнения. А уже следующее, там, да, там обязательно уплотнение до уплотности 900-1000 километров в 20 метров. Это, это всё понятно. То есть на мой слой, там мы прокладывать шиплёнку, мы можем 40 сантиметров или 50 сантиметров глины, без кран, то есть мы это без режем, либо тяжелую технику. У нас на площади гектара сколько будет стоять вертикальных труб, скажем так. А, ну, и как потом между этих труб укладывать мусор, который идёт на свои морфорты? Я понял, прошла, спасибо. По вращенному газовому дренажа наиболее эффективное решение чисто конструктивное получается при среднем расстоянии между трубами газового дренажа и вертикальными трубами порядка 35 метров. По условию производства работ по укладке отходов, то есть по технологическим делам, конечно, 35 метров, это очень густо. Поэтому у нас, в нашем проекте, как правило, применяется шаг расстановки вертикальных газовых скважин. Шелочного предмета. Могу сказать, что на шампутском полигоне это проверено уже на практике. В принципе, эксплуатационщики сказали, что они работают без правил. И я, когда смотрел, как это всё существует, я не видел, чтобы какая-нибудь труба там была избита, перекошена и так далее. То есть соблюдается период технологии. Тем более, эта труба не сама по себе, она идёт сверху. Это скользящая палка, достаточно мощная, металлическая, которая является одновременно защитой. То есть труба на период производства работ по укладке отходов, она защищена. То есть все детали, во-первых, в описании к патентам там достаточно подробно расписаны. Ну и если кто-то держит, пожалуйста, в перерывах я готов ответить. Один короткий вопрос. Пожалуйста, скажите, как влияет процесс измельчения ДПО, измельчения прессования, например, на объёмы названия фильтратора. Спасибо, Павел Павел Павел. Значит, сначала о прессовании. Эта технология... Я воспринимаю лично. Но это не означает, что это в своей области. Эта технология нужна прежде всего поставщикам Хреса. Больше никому. Значит, кроме дополнительных зарплат, мы ничего не даем. Эти все рекламные заявления по поводу того, что мы спрессовали до платисти тонны на кубометр, там ничего не будет в фитале. Это сказка для белка. Да, эти процессы замедляться. Но они начнутся... Активные факторы, эти процессы. Начнётся не тогда, когда он работает, когда там есть обслуживающий персонал и так далее. Вот его закрыли. Его, якобы ещё раздали, сказали... После этого эта бомба заливается. Потому что физическая природа, откуда, не меняется. Просто за счёт того, что пористость их очень сильно уменьшается, да, затрудняются процессы обмена, водообмена и, соответственно, выделение биогаза несколько замедляется. Но всё-то будет, только будет потом. А там же людей не будет, которые обслуживают этот полигон. Что касается измельчения, ну и, вероятно, это позволит более просто с большей плотностью укладывать. На биохимические процессы это не повлияет. А приём укладки зависит от плотности при укладке отходов. Рекомендуем анализ. Эта причина основана на статическом применении тяжёлой плотнейшей технике. Это 950 тысяч километров кублический метр. Вот, но только после того, как... Начинается второй слой отходов снизу. Первый слой нельзя отходить, потому что, действительно, может и нас повредить. Играет музыка. Играет музыка.